Девчонки, всем привет! В этом видео я хочу поделиться своими декоративными покупками. Если вам интересно такое видео, то оставайтесь со мной. И первое, с чего хочу начать, это приобретение пудры от Givenchy. Это подделка. Пудра выглядит вот так. Вот здесь еще открывается одно отделение и лежит спонжик. И она мне нравится и по текстуре, и то, как она наносит. Еще я вам покажу вот такие вот две тональные основы. Это тональные основы от Evelyn. В общем, три в одном. И база под макияж, и тональный крем, и корректор. В общем, что хочу сказать. Я, кстати, приобрела их только из-за того, что посмотрела видео не нуликис, а про бюджетную косметичку. И здесь тюбики по 30 мл. Что я хочу сказать. У меня два оттенка. Один оттенок у меня слоновая кость. Давайте я вам про него расскажу. Получается, я его приобрела первым, потому что я подумала, что он мне подойдет, в принципе. Но, как оказалось, на самом деле он темнит мою кожу. И кожа на лице отличается от шеи. Текстура неплохая. Такая даже шелковистая. Может быть, не знаю, как описать. Может быть, как вот пудровая немножко. Ну, не буду врать. В общем, я не знаю, как описать вам. Неплохая текстура, наносится хорошо. Именно вот этот оттенок слоновая кость, он мне понравился. То, как он наносится. Все. Может быть, из-за того, что оттенок темноватый, и из-за этого, получается, не видно того, что он полосит. Не видно никаких недостатков. Да, недостатки, конечно, на лице, именно как прыщики, высыпания. Эта тональная основа не перекрывает покраснения именно этот оттенок. Какие-то малейшие покраснения он может перекрыть. И то не на 100%. И хочу пожаловаться вам, когда я приобрела в магазине эту тональную основу, именно этот оттенок. В общем, как вы думаете, я могла за неделю, даже не знаю, сколько тут прошло, использовать полтюбика. Даже больше, чем половина. Я просто не могла бы чисто физически. Конечно, если бы сидела, мазала целый день только лицо этим тональным кремом, то тогда да. Но я пришла домой и думаю, ну сейчас вот я там попробую, мне так очень интересно было. В общем, открываю тюбик, я давлю-давлю, давлю-давлю, а там ничего не выходит. В общем, выходит только один воздух. Коротко так скажу, в общем, мне продали тюбик наполовину пустой. В общем, хорошие у нас продавцы, хорошие магазины. В общем, либо, может быть, это производитель, конечно. Я точно не знаю, но, в общем, я считаю, это не по совести все-таки. Хоть это и бюджетный вариант, и бюджетная покупка, но мы платим не за полупаковки, а за полноразмерный. Этот же оттенок, это у меня оттенок пастельный. И если вы вдруг заинтересуетесь, на штрих-коде, на самом вот сверху, пишется оттенок или тон. В общем, я тоже долго искала, не могла найти. Вот этот вот пастельный оттенок, он мне понравился меньше. За счет того, что он самый-самый светлый. И, получается, он мне по цвету, по тону подходит сейчас. Но, получается, из-за того, что я так думаю, из-за того, что он светлый очень, очень видно, как он полосит. Очень видно, как он подчеркивает шелушение. Очень видно, как он, знаете, как... У него еще текстура такая, что, когда вы наносите на лицо, нужно быстро-быстро распределить по лицу, потому что, если вы где-то что-то вот оставили, такую вот точечку неразмазанного крема тонального, то, получается, потом вы начинаете размазывать, а здесь проплешина белая такая остается. В общем, я не знаю, что с этой текстурой. У них разные совсем текстуры. Либо, я еще раз скажу, незаметно просто из-за оттенка, что здесь тоже присутствует такое. И полосит он, и проплешинами ложится какими-то. В общем, из-за оттенка, может, и незаметно. Но, так как этот оттенок светлый очень, я думаю, может быть, из-за этого и видно это все. Но, если успеть очень быстро это все сделать, то, в принципе, сливается с моей кожей, ложится он тонким слоем, он не перекрывает практически ничего. Он выравнивает тон лица, и после этого нужно наносить корректор, либо до этого вы можете наносить корректор какой-нибудь, в общем, замазывать недостатки. Потому что он вообще ничего не перекрывает. Еще я приобрела бальзамчик для губ от Невея, розовый бархат. В общем, запах у него приятный, мне нравится. Какой-то такой клубничкой, либо маленькой пахнет. И у него такой вот розоватый оттенок, отлив, я бы даже сказала. И что хочу сказать. Этот бальзам, он не увлажняет губы, не питает их, ничего. Он просто их делает мягкими на какое-то недлительное время. Потом, он дает эффект выбеливания губ, не сильный такой, если наносить в один слой. Если после того, как вы там что-то кушали, пили, в общем, разговаривали, впитывается, либо куда-то стирается, вот это свойство делать губы мягкими, потому что я не могу назвать это увлажнением. Если это свойство пропадает, то остается все равно пигмент. И когда вы заново обновляете, чтобы просто губки были мягкие, то пигмент становится еще выразительней. Тогда получается эффект не очень красивый. Может быть, кому-то он и нравится. Это как-то смотрится некрасиво. Поэтому я советую лучше стереть этот пигмент, который у вас до этого оставался, даже пальчиком можно, если хотите с салфеткой. В общем, удалить его немножко с губ, либо полностью можете все стереть. И просто обновить заново все. Потому что, если это все наслаивать, 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 у вас не увлажнение, у вас не мягкий губ, а просто вот такой вот слой получается. Я приобрела блеск для губ от Alex Hors. У меня была как-то помадка от этой фирмы. Мне она очень, кстати, нравилась. Он нюдовый, но с таким вот персиковым отливом немножко. Но на камеру он выглядит немножко темнее. Блеск сам по себе неплохой. Он наносится хорошо. Он не забивается в складочки. Он в белую полоску не образуется. Он не растекается особо. Ну, просто вот и увлажняет губы, и в то же время дает цвет. Он вообще мне напоминает такую немножко вот жидкую помаду. Кстати, оттеночек у меня 69-й. Если кому-то интересно, то вот присмотритесь. Дешевенько и радует к вам. Еще из разряда блеска для губ я приобрела вот такой вот прозрачный блеск от Эвелин. Здесь 7 мл. В общем, как заявлено производителем, блеск увеличивающий объем губ 5 минут до совершенства. Что-то, не знаю, стерлось уже до идеала. Что хочу сказать. Идеала здесь нет и никогда не будет, потому что этот блеск стоит 8 гривен. И все бы хорошо, если бы они не добавили сюда ужасную отдушку, которая меня очень бесит и раздражает. Я бы, может быть, им еще и попользовалась. Я как бы им и пользуюсь. Я взяла его только для того, чтобы помады, которые подсушивают, немножко вот сверху нанести. Соответственно, блеск этот будет смягчать. Не будут губы такими сухими. Ради этого я только его и приобретала. Но вот из-за этой отдушки, честно вам скажу, никому не советую. Какая-то ужасно цветочная конфетная и еще в придачу химозная. Это жесть, конечно, какая-то. Я понимаю, все дешевое. Что можно ожидать? Да ничего, свойства у него хорошие. Но зачем было пихать эту отдушку? Я не пойму. Увеличения губ, конечно, скажу, нет. Но все остальное меня устраивает. Дает глянцевый такой вот эффект. Еще приобрела тени от Maybelline Colorama. Вот такой вот интересный оттеночек. Я его очень давно искала. Именно какой-то вот, может, красный такой. У меня это какой-то либо темно-розовый какой-то, такой ядреный, либо красно-розовый. В общем, я довольна этим оттенком. Я с ним уже делала макияж. У меня вконтакте в группе я вылаживала фотографии с этим макияжем. В общем, цвет, конечно, просто что-то с чем-то, но он немножко такой с перламутром. Здесь был спонжик. Я его убрала, потому что я не пользуюсь спонжиками. Оттенок, кому интересно, у меня 310. По текстуре они приятные. Они такие шелковистые. Они не осыпаются. Ну, по крайней мере, у меня не осыпаются. Мне кажется, еще зависит от кисточки. Смотря какая кисть, которую вы наносите тени. В общем, у меня они не осыпаются. Все нормально, мне нравится. Запаха никакого нет. Все, я приобрела карандашик от Флормар. Полюбилась мне почему-то эта фирма. Не знаю почему. Я раньше вообще не присматривалась ни к чему, никогда, ни к каким фирмам. Вот могла одну купить какую-то и все. Вот, к примеру, Эвелин брала и все. И дальше так у меня все от Эвелин. Не знаю, как-то ленивая что ли была. Может быть, не знала просто много всего. Вот, поэтому увидела у девочек в обзорах фирму Флормар. И вот решила с ней познакомиться. Приобрела вот такой вот карандашик. Такой вот синий. Он именно идет такого же цвета. Номер у карандашика 114. Именно в качестве стрелочки, там какой-то подводки. И этот карандаш, конечно, не смотрится никак. Сам цвет такой, получается, знаете, такой вот он синий. Но в то же время он с каким-то вот отливом, в общем, перламутра. И за счет этого, мне кажется, смотрится вот так. Я приобрела вот такую подводку. Это фирма Джулия. Выглядит она вот так вот. Телевая подводка. Она идет коричневого оттенка. Оттенок кофе, как здесь заявлено. Какая-то новая фирма. Я ее только недавно увидела в магазине. И что-то ходила, ходила вокруг да около. И мне было интересно посмотреть, что это такое. В магазине, конечно, особо там не посмотришь, ничего не помажешь, не потестируешь. Ну, я решила взять. Она стоила 23 гривны. Тоже не очень дорого. Выглядит подводка. Это вот так вот. Интересненький такой флакончик. И в наборе шла кисточка для него. Сам флакончик откручивается. И здесь у нас такая вот текстура. Она не выливается, ничего такого. Она как муссово-кремовая, что ли. Хотя написано, она гелевая. Она очень, такая, как сказать, она не жидкая, но она очень легкая именно текстура. И шла в наборе кисточка. Кисточка открывается. И вот такая вот у нас массипусечка. Обычная кисточка, как для прорисовки каких-то участков, там мелких на глазах, либо кисть для губ. Знаете, что я скажу? Я до этого никогда не пользовалась гелевыми подводками. И мне было очень интересно, что это такое, как этим пользоваться, смогу ли я пользоваться. В общем, как обычно, я хочу узнать, поэкспериментировать. Очень любопытно. И чтобы не покупать какие-то там дорогие, в общем, на те, которые денег жалко. В общем, решила взять такую дешевую, попробовать. Просто я понимаю, что у них у всех разные текстуры. Они по-разному могут наноситься. Но я все равно взяла попробовать. И что хочу сказать? Вывод мой таков. Мне даже эта подводка понравилась. Она не ложится комочками. Она очень легко наносится. Она, да, конечно, когда вы макаете кисть, лучше не перебарщивать, набирая много. А так по чуть-чуть, по чуть-чуть. А потом просто наслаивать уже. И она не отпечатывается. Вот сколько я там, часа 4, может 5 хожу. Ну, максимум 6 от силы я ее тестировала. И не отпечатывается на верхнем веке. Она не имеет запаха. В общем, в принципе, я что хочу сказать. Подводка неплохая. Для девочек, которые начинают только краситься и делать стрелочки. И хотят познакомиться с гелевыми подводками. Я могу вам порекомендовать вот именно эту фирму. Julia. И я думаю, у них там разные цвета, наверное, есть. Хотя у нас в магазине была только коричневая. Но я уже взяла. Как бы я пользуюсь коричневыми карандашами. Коричневой тушью. И поэтому я как бы не против. Она на глазах, кстати, смотрится не именно коричневая. А какой-то вот темно-темно-коричневой. Даже приближенно к черной. В общем, довольна я этой подводкой. И советую еще раз для начинающих, как вариант. Многие там советуют всякие там эссенс. Извините меня. У них там по 40, по 50 гривен эти подводки. Я считаю, для пробы это дороговато. Вот 23 гривны, честно вам скажу. Вот это вот вариант. Возьмите, попробуйте. У меня два дня не вылезли от этой подводки. Вот сейчас у меня макияж сделан с этой подводкой. И я думаю, выглядит неплохо. Нормально все. Нигде ничего не растекается. Ничего не вылазит. Ничего никуда. В общем, честно, советую. Еще и кисточка идет. Не нужно никаких кистей. Никому ничего покупать. Здесь, кстати, тригры. Потренироваться хватит вот так вот ее. Так что советую. Вот это все, что я вам хотела показать. О чем хотела рассказать. Надеюсь, к чему-то вас подтолкнуло. От чего-то наоборот оттолкнуло. Желаю всем удачи. Крепкого здоровья. И до новых видео. До новых встреч. Всем пока-пока.